Добрый день! Меня зовут Юлия Гром. Я коуч-психолог-игротерапевт. Решу твою проблему за одну консультацию. И сегодня я ведущая интервью на миллион. Сегодня у меня в гостях успешная бизнес-вумен, мама, жена, победительница всероссийских и международных конкурсов красоты Ирина Гоголь. Ира, здравствуй! Сегодня мы с тобой познакомимся поближе для наших зрителей. Расскажи, пожалуйста, про свою фамилию. Она как-то связана с известным писателем? Да, моя фамилия Гоголь. Как мы все прекрасно знаем, наш великий классик Николай Васильевич. Николай Васильевич. Моя связь с фамилией Гоголя прослеживается от гетмана правобережной Украины, Остапа Гоголя, мой родной дядя. Спасибо ему огромное. Начал поднимать генеалогическое древо нашей семьи. И выяснили о том, что как раз-таки Остап Гоголь, тот самый, который в литературе еще именуется как Истафий, от него идет наша ветвь. И как раз-таки прадед Николая Васильевича Гоголя непосредственно, дабы дать, это из одних источников, дабы дать своему потомству, своим внукам и сыновьям происхождение дворянское, он приписал, будучи церковным служителем, он приписал к фамилии Яновский приставку Воголь. Яновские поляки, польская фамилия, и, соответственно, на Руси их, на Украине не особо жаловали. И в дальнейшем, когда уже Николай Васильевич стал двигаться по своей карьере литературной, он первую фамилию свою Яновский, он стал ее отсекать, потому что именно родство с поляками ему не давало какого-то такого прогресса. Ну, оно мешало, скажем так. Так. И все мы знаем прекрасно, что у Николая Васильевича не было детей, и мне очень часто задают вопрос, а как так? Ну, как ты можешь быть родственницей, если у меня было детей? Так вот, я говорю о том, что родственница я не от Николая Васильевича, а непосредственно от Остапа Гоголя. А скажи, пожалуйста, я вот знаю, что по психологии вообще считается, что когда образуется семья, то необходимо взять фамилию мужа, потому что все-таки мужчина главный в семье, да, и это очень важно для семьи. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ты фамилию мужа не взяла. Кто у вас главный в семье, и как ты считаешь, как-то это влияет на вашу семью или нет? Ну, я считаю, что фамилия абсолютно здесь ни при чем. В семье, конечно же, глава – это мужчина, но брать фамилию, ну, для меня это, мне кажется, это предубеждение некое, потому что моя фамилия, она достаточно яркая, причем в школе я очень сильно страдала. Меня очень часто дразнили, ну, понимать, да, что Гоголь – это такая фамилия, и к ней всякие разные можно придумать смешилки, но… Например? Гоголь-моголь – известное кулинарное блюдо. Ну, меня и в команде, я занималась спортом с волейболом с 9 лет, и в сборной коми играла, и в команде меня, и Гоголиха, и как только меня не называли, ну, то есть склоняли всяко-разно, как удобно. И понятно, что ребенку это бьет по психике, немножко было обидно. И я, если честно, очень хотела раньше ее поменять, даже задумывалась, чтобы там взять фамилию мамы, Бравкова, достаточно тоже известная фамилия. Но потом в институте, соответственно, поступив в первый университет, я поняла, какие-то бонусы великолепные, потому что каждый экзамен у меня начинался с преподавателями в Гоголь, давайте об этом поговорим. И экзамен сдам, да? Да, в силу того, что я достаточно такой коммуникабельный человек, мы начинали про это разговаривать, я, соответственно, включала тут же того самого Остапа Гоголя, мы разговаривали, ну и по предмету было буквально там, может быть, несколько вопросов, и, соответственно, экзамены были сданы. Заключая брак, собственно говоря, конечно, у меня супруг, как так, почему ты не будешь Степанова? Ну, я говорю, Алексей, максимум, на что я соглашусь, это вот через дефис, значит, фамилию Гоголя Степанова, но он не особо на этот счет... Водушевился? Нет, он, наоборот, воодушевился, он ждет до сих пор. Но это же связано еще, это же столько документов нужно менять. У меня помимо, собственно говоря, свидетельства о рождении, паспорта, это же еще документы на компанию, это много-много различных еще документов о собственности, это все нужно менять. Соответственно, вот этот момент как-то в силу того, что он юрист, он немножко оттягивает, скажем так, это сладостное мероприятие. Но на главенство в семье это никак абсолютно не влияет. Я считаю, что мужчина все-таки, это именно тот главарь прайда, это та вершина, вокруг которой женщина должна именно в семье, в быту быть рядом, помогать, направлять, подсказывать. То есть у нас в этом отношении только так. Супер. А скажи, пожалуйста, какой самый необычный подарок муж тебе подарил? Ну, вы знаете, мы когда познакомились, он говорит, Ирин, знаешь, в том анекдоте, я тебе подарю ту звезду. Но боюсь ответа, что совсем денег нет. Из необычного сложно, наверное, вспомнить, потому что он меня как-то всегда очень, часто очень удивляет. То есть все его подарки, они какие-то вот… Я вроде когда-то что-то вот там сказала, либо он что-то там подметил, либо я вот где-то что-то смотрю и там, ой, как мне нравится. И это вот происходит, через какое-то время это случается. Я этого не жду, я, нет, я, конечно, могу по-женски, но я говорю, боже, какая красивая сумочка. Но потом через какое-то время вот он каким-то образом это все воплощает, и каждый раз он меня удивляет, скажем так. То есть обычного ничего такого нет. То есть он очень внимательно следит за тобой, чтобы воплотить все твои желания. Я думаю, более чем. Сейчас он за нами не следит. Но он знает, где я. Но я не отношу это к ревности абсолютно, нет. Это нормально, я считаю, это нормально в отношениях, знать, где находится вторая твоя половина. Жена имеет право знать, где находится супруг, супруг, где жена, соответственно. Ну, даже в силу того, что, не дай бог, что-то случится, ты понимаешь, где человек находится, в какой части точки вообще этой вселенной. Конечно, устанавливать там датчики слежения, еще что-то, это уже вверх. Нет, мы к этому не приходим, но у нас идет постоянный диалог, и, конечно, он знает на всех планах. Мы вечером садимся и говорим, у меня это, это, это на завтра, у меня это. Половина, конечно, не запоминается. В течение дня это все дублируется, но это нормально, это диалог. И, в принципе, я это очень сильно приветствую. Ну, вот по поводу ревности заговорили. Вот считается, что мужчина старается где-то подсознательно, психологически выбрать себе жену не очень симпатичную. Почему? Потому что если она красивая и действительно нравится многим, то он сильно переживает. Зачем ему лишние переживания? И он, естественно, ревнует, и отношения становятся токсичными и так далее. Вот как ему, вот, с красивой женщиной? Никогда не обсуждалась с ним? Он осознанно как-то это выбирал? Или случайно получилось? Ну, выбрала его я. Так. Но не в этом дело. Нет, это вопрос, знаете, очень часто задают его друзья. То есть, Алексей, каково тебе? Ну, он, знаете, такой очень эмоционально стабильный человек, и он всегда говорит, а по-другому неинтересно. То есть, его, говорит, мне привлекает сложность. Да, я, говорит, я понимаю, что моя жена красивая, активная, яркая, заметная, коммуникабельная. Но это, говорит, и нравится. Но она же, говорит, моя жена. Конечно, его там расстраивают те моменты. Я так, да, расстраивают. Аккуратно сказала. Когда идет повышенное внимание со стороны противоположного пола. Но я всегда объясняю, изначально объяснила, говорю, Алексей, на меня могут обращать внимание миллионы людей. Главное, как я себя в этот момент веду. Вот ужасно тогда, когда и я начну обращать эти бани. То есть, здесь нужно задуматься. То же самое и он также транслирует. То есть, на него тоже, он достаточно яркий, такой спортивный мужчина. Кстати, поставил сейчас мировой рекорд. Книгу рекордов Гиннесона заносит. На две секунды шайбу забил. На второй секунде, точнее. Класс. Да, и поэтому он тоже очень яркий. И мы оба прекрасно понимаем, что... В одинаковом положении ты тоже ревнуешь. Я не скажу, что я ревную. Я думаю, я всегда обращаю внимание на его поведение. Я понимаю прекрасно, что любой мужчина, если у него есть харизма, не обязательно быть красавцем. В мужчине, как правило, берет харизма. То есть, как он себя несет, как он себя позиционирует, как он разговаривает. Цепляет, как правило, это всегда. И вот именно то, как он разговаривает, вот я за этим. Вот если как только... А он меня любит поярчить. Как только вот у него начинается, я говорю, Алешенька, у нас там фан-клуб сейчас образуется. Ну, как-то все, да, в такой играющей форме. И бывают, конечно, всплески так, что пять. Но это, конечно, с конкурсами было связано, потому что это был такой достаточно для него очень тяжелый этап, тяжелый период, когда ему приходилось через себя переступать, потому что, конечно, я была активно очень в этом... Крутилась именно в индустрии красоты, подиумов. И вот для него тут, конечно, период был тяжелый. Ну, как-то вот получилось у нас. И слава богу. Супер. А вообще он, в принципе, тебя поддерживал, да? Вот если говорить про конкурсы красоты. Не каждый мужчина, опять же, готов, да, в основном сталкиваемся с тем, что мужчина запрещает участвовать в конкурсах красоты. Наверное, потому что у многих ходит миф о том, что это, да, не очень красивая история, что это может закончиться чем-то не очень приятным. Может быть, они боятся, да, по разным причинам, но не отпускают. Вот как ты с ним согласовала этот вопрос, или ты сказала, иду, и мне все равно. Как у вас эта история произошла? Да нет, конечно, мы разговаривали, но меня муж сказал сразу, что, ну, а смысл запрещает, конечно, да, я тебя поддержу. Вообще вот эта вся история, я сталкиваюсь, да, с девушками, в силу того, что мы сейчас сами организовываем уже конкурсы красоты по районам, что мужья против. Но я, если честно, искренне не понимаю, почему именно, у нас же категория миссис, у нас не категория мисс, то есть здесь немножко другие приоритеты, здесь постановка другая цели самого конкурса, и девушки, которые идут на конкурс, это уже состоявшиеся. То есть все, что касается мифов о конкурсе красоты, там, о развратах, извините, пожалуйста, о каких-то поведениях, да, непристойным, здесь это абсолютно отсутствует, это пресекается. И если мужчина, вот женщина, да, для нее, в принципе, для всех женщин эти конкурсы — это самовыражение. Ну, она может быть не очень, как бы, скажем, внешне яркая, она где-то, может быть, в жизни провалилась, в какой-то жизненной ситуации. Если женщина решила туда пойти, значит, ей это нужно. Зачем это нужно обрывать? Наоборот, мужчина, он должен это поддержать. Твоя супруга не побежала в клуб, твоя супруга не пошла искать счастье, там, я не знаю, не поехала на курорт, там, в Турцию, в Египет, я не знаю, одна, да, она при тебе же пошла вот в такую историю, которая широко транслируется. Ты с ней рядом поддерживай. Это же, наоборот, очень круто. Это такой антистресс, это такой взрыв эмоций. У нас все девчонки выходят абсолютно другие. То есть и мужья на них смотрят другими глазами. У нас история была, когда мама четырех детей, такая достаточно, ну, она славянская внешность, она достаточно очень спокойная такая, вот она стоит, у нее светлые волосы, светлая кожа. То есть человеку, которому, ну, яркий макияж, он, в принципе, отсутствовал априори. А красная помада, там вообще неизвестно, что такое было. И вот она стоит на сцене, она с красной помадой. У нее вот эти шикарные волосы светлые. У нее есть вечернее платье. Четыре ребенка. Младшему у него даже еще года не было. И стоит за, я просто рядом была, стоит за кулисами ее муж. И он такой смотрит, и вот не мне, он просто говорит, господи, а моя-то королева. То есть, вот понимаешь, да, насколько по-другому все переворачивается и абсолютно семьи восстанавливаются даже. Вот, да. Поэтому это глупо, мне кажется, запрещать. Это нужно, наоборот, поощрять и помогать. Ну, если муж дает согласие, да, но вот сама не уверена. Вот все-таки конкурсы красоты, это нужно обязательно рост, да, определенную фигуру иметь, какую-то внешность, там, деньги, да, и так далее. То есть, вот какие требования вообще, как понять, что он, конкурс этот миссис открыт для всех? Ну, это опять-таки заблуждение, потому что, как раз-таки, категория миссис, это не категория мисс. Категория мисс, конечно, да, это, если, допустим, это такой достаточно известный конкурс, яркий конкурс, девочек там замечают, у них потом вкладывается модельная карьера, может быть, там, подиумная, может быть, они становятся фотомоделями. То есть, что-то связано с бьюти-индустрией, с красотой. У нас немножко другой посыл. Здесь важна именно подача и как себя женщина несет по жизни. То есть, она может быть и метр шестьдесят. Вот наша победительница, Московский район, классик, это категория сорок плюс, там идет еще разделение, значит, до сорока и после. Елена Новичкова, потрясающая девушка, пять детей, фитнес, она занялась фитнесом, но у нее такое тело благодарное, то есть, оно сразу откликается, и она выступала, значит, на соревнованиях по фитнесу. Она метр шестьдесят. Вот она взяла первое место. То есть, рост непринципиален. Очень важно, как себя человек на сцене. То есть, дается же период перед финалом, и мы в этот период, там, примерно месяц, это на районном конкурсе, и порядка двух месяцев, двух с половиной, это уже городской, когда месяц Санкт-Петербург, мы с девочками работаем. То есть, мы объясняем, что нужно. Мы пытаемся их прокачать. Конечно, неуверенность есть. Я, когда пошла на Санкт-Петербург, я вроде понимала, да, что хочу, но у меня было тоже, как я, я сидела в офисе, работала 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но я внутренне почувствовала, что мне надо, это как раз тот момент был, что мне надо вырываться из этого, иначе я утону, и все. Но я не понимала, как себя вести на сцене. Я не понимала, как разговаривать. Я не знала, как, ну, помимо того, что я люблю разговаривать, достаточно такой коммуникабельный человек. То есть, для меня это был такой неизведанный мир. И высокие девочки, их видно, конечно, да, со сценами видно. Но если высокая девочка, она вот вся скукожится, она в себе вот провалится в себя, и вот будет ходить вот такую тень, и ее никто не видит никогда. Зато маленькая, которая вот, она прочувствует эту энергию, она поймет, что ей говорили на протяжении всего подготовительного процесса, и она выстрелит. Вот это да. Вот тут такой вот момент. То есть, важно внутреннее состояние, огромное желание, и любая женщина. От какой возраст вообще, да, участие? Ну, как правило, от 18. То есть, категория миссис, это девушка, которая в браке, либо не в браке, но с ребенком. Если девушка, допустим, в браке детей нет, то категория МС идет. Если девушка в браке, либо не в браке, но есть ребеночек, это уже, конечно же, категория миссис, и она идет, как правило, до 40, и после 40 уже классик. Но в классике, как правило, там 65-70 не потолок. Но есть еще категория бабушки, конечно, это вообще наша любимая история, потому что бабушки — это наше все. Они такие зажигалки, они такую энергию дают, что, говорю, ну не каждой молодой девочке известно. Ну, потому что люди уже, они понимают, зачем они туда идут. У них все хорошо в жизни. Вот у них вообще все ровно, и им нужен драйв. Это вот такая категория. Но это категория уже бабушки. Ну, смотри, ты начала участие в конкурсах с миссис Санкт-Петербург, и там ты заняла второе место, и потом поехала на международный конкурс. Вот какие у тебя вообще были ощущения, не первое место, а второе? И после вот такого вроде как разочарования, возможно, поехать еще дальше и там выиграть? Вот как? Ну, я сейчас это говорю, соответственно, это понимание ко мне пришло через какое-то время. После Санкт-Петербурга я, ну, наверное, да, учитывая то, что я такой лидер по жизни, было не то, что разочарование, а некое недопонимание. Но здесь опять-таки нужно понимать, что каждый конкурс — это все-таки еще доля удачи. Потому что на конкурс приходят все красивые. Но не бывает такого. Нет, есть лидеры, видно это сразу. Лидеры они в чем? Они и у них внешние параметры, и у них энергетика. Они, как правило, ведут за собой вот этот вот костяк. Они и на танцы впереди, когда ставят. Ну, то есть такая вот история. И их отмечают сразу. Это еще на преджюри, на выборочных этапах. Это все видно. Но нужно еще, что в момент финал же — это такая точка, где именно тебе выставляют балл. Примерно до финала уже понятно, там пятерка, да, плюс-минус. И уже как ты себя на сцене чувствуешь, как ты себя именно в этот момент преподносишь, тогда вот происходит та самая первая, вторая, третья. То есть в этот момент должны сложиться звезды. Вот все должно пойти так, как оно должно пойти. Девчонки все великолепные. Видимо, для меня на Санкт-Петербурге в какой-то момент какая-то звезда отвернулась. Скажем так. А какая? Как ты думаешь? Я не знаю. Я, если честно... Нет, у меня говорили многое, опять-таки скажу. Искренне все были удивлены, почему не первая. Но я скажу честно, победительница Женя, она великолепная девочка. И тут как бы из разговоров о том, что куплено, не куплено быть не может. Нет, видимо, что-то сыграло. Я не могу сказать, что. Но потом у меня была Россия. Почему поехала? Ну, потому что я понимала, что я могу. То есть для меня на тот момент вице-месяц Санкт-Петербург был не показателем. И когда мне сказали, ты будешь представлять город? Конечно же да. Ну, конечно, я буду представлять город. То есть у меня изначально в системе было что? Это у меня. Муж только потом про это понял. То есть сначала город. Ну, я же человек системы. Потом Россия, соответственно, и только международный, только с лентой страны. То есть я других вариантов не рассматривала. Если бы мне другие варианты предлагали, я бы, наверное, уже думала и гадала, стоит ли. Тут нет, тут было все предельно понятно. Представляем Санкт-Петербург, побеждаем на Санкт-Петербург, на России и едем дальше на международный. Поэтому у меня даже вопросов, если честно, не возникало. Здорово. Скажи еще по поводу того, что помимо конкурсов, ты еще и бизнес-вумен. Как тебе это удалось, открыть свой бизнес, успеть участвовать в конкурсах? У тебя еще двое детей. Расскажи про бизнес поподробнее. Что за сфера? Говорят, что женщина – это не дело бизнеса, надо сидеть дома с детьми. А тут ты открыла бизнес. Как это удалось? И, может быть, дать какие-то рекомендации, кто хочет, но боится. У женщин это часто такой вопрос. С чего начать вообще? Как действовать? Ну, как я часто говорю, бизнес бывает разный. Конечно, да, там, где деньги, там, где контракты, где договоры, где люди. Это, конечно, больше по мужской энергетике. Но я, видимо, с детства такая была. Меня невозможно было удержать. Я родилась в Иркуте. Та самая 67-я параллель, где вечная мерзлота. И, собственно говоря, с первого класса я вот такой вот лидер. Не потому что я, вот мне нужно быть впереди всех. Ну, вот у меня такая энергетика. Я по-другому не могу. Я даже, может быть, и не хочу где-то лезть. Ну, вот не то, что лезть, а не хочу быть впереди. Но так как-то получается. Возможно, это заложено, опять-таки, звездами, там, я не знаю, харизмой какой-то, воспитанием, опять-таки, да. Я всегда очень такой открытый человек. Я всегда иду на помощь. Я подсказываю. Люди тянутся. Это, на самом деле, неплохое качество. Я даже скажу, это редкое качество, потому что коммуникация – это, ну, наше все. Бизнес я открыла, если честно, сейчас, да, когда, когда период пандемии был, когда была массовая такая истерия, люди там начинали, боже, что происходит. А я вот так села и подумала, я же открывала бизнес, мне было 25 лет. Я еще училась на втором высшем образовании. И я вообще ничего не имела. То есть я приехала в Санкт-Петербург с одной сумочкой спортивной. У меня здесь вообще никого не было. Я жила в общаге при Университете культуры. Училась, тут же я пошла работать, потому что не хотела, чтобы как-то родителей, да, обязаны. Ну, это же мой выбор был поехать в Санкт-Петербург. И как-то вот у меня все пошло, обучаясь на втором высшем, я как раз работала в логитерской компании, и я просто поняла, что, ну, зачем я буду, собственно говоря, делать то, что я умею, да, на кого-то, если я могу это реализовать сама. Опять-таки, у меня очень большая потребность самореализации, самой, не то, что вот я там сама, нет, мне нужна команда, я абсолютно командный человек. Я люблю работать в команде, и это правильно на самом деле, потому что в одиночку, ну, ничего, невозможно сделать что-то большое в одиночку, это должна быть хорошая, классная команда. И на тот момент как раз, у меня команда эта была, мы создали, опять-таки, с девушкой, с которой работали в аудитерской компании, я ее подтолкнула, говорю, Марин, давай. Мы создали, и я вам скажу, у нас за первый месяц было порядка 50 клиентов, и это было очень здорово, но опять-таки, у нас были ребята, с которыми мы, партнеры, мальчики, которые, они тоже открыли только-только свое дело, и у нас как-то все так завязалось, они со своей стороны нас продвигали, то есть рекомендовали, от них клиенты приходили к нам, а от нас шли к ним, то есть у нас такой консалтинг был, это вот я сейчас уже понимаю, да, у нас только был бизнес всего сразу, это было очень классно. И вот этот массовый поток, и тогда вот, и вот эта вот возможность работать постоянно, она меня так воодушевляла, то есть я была в восторге, и в восторге от того, что я всегда работаю. Да, вот, ну, такой парадокс. И дальше семья, конечно, но скажу сразу, ребенка я родила, когда Соню уже, Софью родила, доченьку, я со встречи возвращалась, то есть я в час я была на Петроградке, а в пять я уже, собственно говоря, была по назначению с тревожным чемоданчиком. И это нормально, я не считаю, что это как-то неправильно, я не считаю, что нужно чего-то сидеть и ждать. Как начать свой бизнес? Да, почувствовать. Тут, тут вообще, вот я серьезно говорю, сколько бы вы не ходили к коучам, там, прокачивать себя, вот это вот желание сидеть на диване, говорит, я хочу создать бизнес. А дальше что? Ну, ты только хочешь, но для того, чтобы что-то получить, нужно хотя бы лечь для начала в правильном направлении. нужно двигаться, чувствуешь, что это твое, начинай. В любом случае, можно потом всю жизнь жалеть о том, что ты не начал. Ну, просто представьте себя, там, лет через 50, да, ты сидишь так же на диване и думаешь, а я хочу свой бизнес, а все уже. Нужно действовать здесь и сейчас, есть варианты работать. Да, меня часто очень спрашивают, как ты вообще все успеваешь. Ну, мне классно. У меня, когда нет вот этой вот стихии работы, вот этого вот сумасшедшего ритма, темпа, мне абсолютно неинтересно. Мы сейчас еще проекты запускаем дополнительно, то есть и бизнесы, и конкурсы красоты, проекты, там, фотосессии, то есть много-много всего, и это настолько меня напитывает. Я вчера пришла домой, я была выжил, так как лимон, у нас была фотосессия для очень классной такой марки, одной косметической, у нас было 13 моделей, и это все руководство на три зала. Я понимала тогда, что мне безумно, я вот в этом цепноте, но когда я пришла домой, я выдохнула, я сказала, Лешка, мне так классно. Но это состояние, тут надо себя чувствовать в первую очередь, насколько вот откликается то, что ты делаешь. Не откликается, идите в другую сторону ищите. Всегда можно попробовать. Скажи, пожалуйста, а ты чувствуешь себя счастливой? Абсолютно. А порекомендую вот девочкам, кто нас сейчас смотрит, вот это вот ощущение, как почувствовать себя счастливой, и что для этого нужно делать? Топ-5 выдели. Мои топ-5. Или вообще рекомендации? Вообще рекомендации? Ну, они, наверное, будут совместимы, потому что ты же сама себя создала, сделала себя счастливой. Это ведь работа над собой. Да, это да. Вот то, что ты сделала, это и будет те топ-5, которые пригодятся нашим девчонкам. Ну, первое, наверное, самое основное — это себя. Нужно себя полюбить в первую очередь, принять себя и полюбить. Если, допустим, по каким-то вашим ощущениям у вас что-то не нравится в себе, значит, нужно просто начать над этим работать. Я скажу так, что до 15 лет я была очень крупным ребёнком, абсолютно гадким утёнком. То есть я, ну, наверное, весила килограмм 85, чтобы вы понимали при моём росте. То есть я была крупным ребёнком и достаточно очень застенчивая. То есть как-то вот эта вот моя энергетика сумасшедшая где я везде впереди-впереди. Но в то же время я не могла дать отпор. Меня обижали, да, фамилия плюс моё строение. То есть это всё пересекалось, но я сама себя проработала. То есть вот я так же говорю. Если вам что-то не нравится, если, допустим, вас там беспокоит, я не знаю, там, ну, что можно сказать, лишний килограмм, пойдите в спортзал, начните бегать. Опять-таки спорт — это эндорфин сумасшедший. Я всем искренне рекомендую заниматься спортом. Это кайф, ну, не передать который. Те же самые качалки. Вот очень часто слышу девочки, говорят, ой, я не могу, мне так лениво. Это лениво первые 20 дней. Потом привыкание, вас потом от штанги, от приседушек не оттащишь вообще. Втягиваешься моментально, сама так же втягивалась, потому что мой спорт — волейбол, это сумасшедшая кардио, то есть тут как бы до железа вообще далеко. Но если ты занимаешься построением своей фигуры, да, вот модные вот эти вот сейчас все фитоняшки, да, где вот это всё нам активно, да, продвигают красоту тела спортивного, и я на самом деле это очень приветствую, это здорово. Это только спортзал, это только штанга, это только гантели, это приседания, это работа, но она может быть и в кайф, и лайтова, ну, плюс, конечно же, кардио. Конечно, нужно сначала себя полюбить, полюбить, принять и потом начать себя совершенствовать, если что-то не нравится. Второе — улыбаться. Чаще улыбаться и понимать о том, что в принципе даже от негативной ситуации можно получить позитив. Ну, например, допустим, происходит какая-то негативная ситуация, с улыбкой красиво ты её решаешь, у тебя уже позитив. Ну, согласитесь, всегда же интереснее, когда, допустим, даже на какую-то реплику хама ты отвечаешь достойно и он с улыбкой. Это всегда выигрывает. И такой класс вообще на душе. Просто улыбаться, больше улыбаться, больше будет людей тянуться, быть открытым для людей. И третье, наверное, оно так взаимосвязано, это задуматься над тем, чтобы больше приносить добра и пользы людям. Вот это я не ставлю параллель с благотворительностью, это немножечко другое. Хотя благотворительность в правильном направлении — это нужное очень дело. Где-то что-то помочь, где-то вызваться самой, где-то что-то... Ну, навязывать, конечно, не надо, но вот как-то вот аккуратно, знаете, как я говорю, люблю говорить, экологично всё это делать. А четвёртое... Я прям даже не знаю, мне кажется, я всё рассказала. Ну, пускай у тебя будет топ-3. Радовать себя, нет, радовать себя, допустим, красивой одеждой. Это всегда, да. Должновляет. Очень. Она может быть недорогая, абсолютно то же самое бельё, обувь, но это будет настолько вам откликаться. Ну, не даром говорят для женщин, да, шоппинг-терапия — это вот... Оно работает, да. Украшения, опять-таки, то есть и хорошая косметика. Вот она, ароматы, косметика, какие-то такие процедуры, спа, опять-таки. Ну, вот оно всегда... Именно статус женской энергетики она очень классно поднимает. Супер. Ну что ж, у нас блиц-опрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Готовить или кушать в ресторане? Готовить. Победа любой ценой или всё-таки от меня всё зависит? От меня всё зависит. Время с семьёй или поработать? С семьёй. Это сейчас. Картошка-фри или арбуз? Арбуз, конечно. Движение или спокойствие? Движение. Россия или Европа? Россия. Активный отдых или полежать на диване? Активный. Я сама или команда? Команда. Доверяй-напроверяй или доверяй 100%? Доверяй-напроверяй. Всё-таки больше. И твоё заветное желание? Моё заветное желание... Ну, как бы, наверное, это не было небанально, чтобы мои родители были здоровы, были дольше со мной. И моя семья, конечно, мои любимые дети. Это, мне кажется, такое самое актуальное. Всё остальное зависит от нас. А что зависит от тебя? А всё, всё, что было в лице просит. Что съесть, что приготовить, где быть, где жить, чем жить, чем заниматься. Всё исключительно зависит только от человека. А вот здоровье, если ты не поддерживаешь его, либо, не дай бог, с рождения оно не дано, это уже очень большая, конечно, такая проблема даже ситуации, с которой ни самостоятельно не выбраться, ни даже при помощи кого-то, порой невозможно. Поэтому, наверное, здоровье. Ир, я благодарю тебя за сегодняшнее интервью. Очень рада была с тобой сегодня увидеться. Получила массу эмоций. Ты очень потрясающая. От тебя есть чему научиться. Я уверена, что наши девочки сегодня тоже получили массу эмоций, массу полезной информации. Но очень важно, что мы не только слушаем, но и применяем. Сегодня была с вами я, ведущая, Юлия Гром, коуч, психолог, игротерапевт. До встречи на следующих интервью. Спасибо.